всем привет дорогие друзья камерд фокс и это total war saga троны бретонии и мы начинаем новую кампанию потому что старая кампания у нас сломалась окончательно я пробовал загрузить сейчас не получилось а наши храбрости и начнем мы за шотландию это вроде как сложно и начнем впервые в моей истории ютуба на легендарной сложности здесь вроде как сильно упрощена система так что я думаю мы справимся так ну и что и начинаем шотландия это гельский королевство все еще те же самые что и в ирландии то есть у нас улучшенная верность у нас доход от церквей увеличенный и у нас система не помню как она называется не суть так посмотрим про шотландию хорошая во всех отношениях пехота сильными копейщиками очень сильные стрелки и уникальные мощные арбалетчики вот арбалетчики меня интересуют в первую очередь что это и как она уникальный юнит поэтому интересно посмотреть так у нас пехота разносторонняя и очень сильные стрелки на них будем опираться доступ к уникальному подземному складу который ликвидирует не боевые потери в снегах неплохо и камень судьбы какой-то организуйте его поиски так это домикает на какие-то задания хотя бы уже интереснее чем за ирландию там просто сам себе хозяин делал чухош восхождение клана макальпинов на престол альбы должно было стать началом новой эры процветания так однако вторжение викингов спутала все карты они разграбили наши земли и теперь мы разделены трон делят между собой фартриу и западные острова захваченные викингами поражение сынов рагнара на юге дает нам хорошую возможность снова объединить земли альбы примите вызов воспользуйтесь этим шансом и покажите что шотландии правит лишь один король это да это я из вторжение викингов можно извлечь пользу альба разобщена зато враги вашего народа истощены войной против захватчиков пришла пора появиться сильному правителю который заново сплотит расколотые королевства севера у вас появится шанс подчинить своей власти всю шотландию ваши войска ведут битву с мятежной армией на востоке победив мятежников вы закрепите свою власть над центральными областями альб так уничтожьте мятежников за славных белом так это наш король давайте сходим во фракцию а у нас есть нас есть два брата это в ирландии а это валийцы кажется северная и у нас один брат умер и у него остались сыновья кучей и дочка и у нас есть наследник так губернатор губернатор один бездельник так у нас две провинции ого аж четыре деревни одно главное поселение и здесь тоже ну что я могу сказать это неплохо для развития и не очень удобно наверное для обороны у нас огромные территории ну вот здесь кстати неплохо здесь деревни в тылу от этих с этой стороны по крайней мере здесь непонятно все очень разбросано тут еще и порядок не очень так давайте заглянем в дипломатию тут наш братец работа ой работают рад видеть тебя друг правит поговорим нам этого достал с братьями надо дружить второй у нас вот здесь вроде как добро пожаловать не терпится услышать с чем звучит неплохо хорошо а вот здесь у нас сыновья другого брата с ними у нас договор взаимной обороне так а это кто с этим у нас военный союз аж то есть я две фракции шотландцев здесь нас прикрывают валийцы это викинги это викинги и и это викинги то есть мы от викингов собственно закрыты союзниками но я думаю резню это не предотвратит не терпится узнать с какими ты вестями раз у нас военный союз смотри право прохода у нас нет и они его не хотят давать это вообще как то странно конечно в этой части но не только в этой вархаммере по моему так же военный союз есть а право прохода нет очень интересно так у нас тут мятежники никогда о нашей храбрости входят легенды выставить дозор шесть на шесть я вот думаю так у нас король кавалерист хорошо я думаю второй всадник мне точно нужен чем арбалетчики от лучников отличаются намного больше боевого духа скорость поменьше вот здесь где как здесь сделать как в вархаммере отметить кого-то и с ним сравнить нельзя что ли как так можно было сделать так в ближнем бою они получше боеприпасов одинаково урон на десять больше а дальность поменьше зато точность больше ладно арбалетчики мне кажется хорошей мыслью черные клинки так давайте еще одного копейщика возьмем так на 30 еды набрали по еде нормально еще и пехоты надо побольше топорники шотландцы черные клинки это как это прям элита элита стоят дорого ну что то мне кажется они себя окупят так я думаю хватит ждите ждите новой команды эх не доходим ну ладно убивайте всех будем набирать элиту королю то точно так и три тысячи денежек у нас осталось этот регион вообще не развит здесь чуть получше так я что а это я не знаю что это С одной стороны столицу надо отстраивать, с другой стороны она пищу забирает, а пища сейчас очень важна. Давайте все на пищу отстроим, наверное, до второго уровня. А потом будем улучшать поселение. Так, ну и все получается. Вроде ничего не забыл. Да, и попробуем в этом прохождении получить ачивку ни одного автобоя. Все бои под личной командой. Я уж, по-моему, зима наступила. У нас такое лето. О, разборки в Ирландии начались. Так, а эти гады на лед тут устроили. Так, ну, собственно. Пошли в бой. У них командир тоже на лошади. Надо с одной стороны послать вот эту кавалерию побитую и побитых копейщиков принять удар, а потом королем раздавить. Отряд полководца, наверное. А с другой стороны, я думаю, один на один наша кавалерия не вывезет. Они примерно одинаковые. Отлично так и против конницы. А подожди, подожди. Нет, мы не одинаковые. У меня кавалерия, это против кавалерии. Значит, один на один туман. Значит, один на один моя кавалерия вывезет вражескую. Тогда ты пойдешь здесь. Так. Копейщики. Скорее в бой. Новобранцы. Тогда вот так. Новобранцы. Новобранцы. Готовы. Новобранцы. Новобранцы. Ходники. Готовы. Нас ждет битва. Сталь против Стали. Как вам угодно. Ходники. Враг на подходе. О, я еще не могу к ним приближаться. Ждем приказов. Ну ладно, мы пока своих посмотрим. Где наш король? Вот он. Гони, гада. Ничего так красавчик вроде. Арбалетчики. Я что-то сильно сомневаюсь в историчности этой фигни. Какие еще арбалетчики? В девятом веке у Шотландии. Что-то клинки не черные у ребят. Но они в броне. Смотрите-ка, в кольчужках. Прям элита. Элит. Так, ребят стоят на холме. Так, ну что, я думаю всех вперед и по пути раздадим цели. Копейщики. Эй-эй-эй. Далеко собрались. А, это метатели. Блин. Здорово. Лучников раздавили. А нашего полководца напали. Ничего, у него там помощь есть. Все складывается в нашу пользу. Давай-давай, полководца, их тыкай. Копьями. Берегись, питатель. Вражеский полководец убит. Отлично. Отлично. А все, ребята, рванули. А все, ребята, рванули. Мы проиграли битву, но не войну. Ну, не знаю, не знаю. Что-то я не уверен. Давайте догоняем всех. Быстренько. Король тоже в бой. Застрелили одного своего, гады. А вы что? Вот здесь почему они бросают приказы? Меня бесит это. Что было непонятного? Догнать и убить. Кавалерия, как всегда, удрала. Так, давайте в пополнение мне нужно. Давайте, пошли! Мы жаждем славы! Так, у меня, кстати, рекрутер. Стоимость найма конницы. Стоимость найма всех. Боевой дух. Веселый, импульсивный, блин. И у нас уже воитель вкачан. Ммм. То есть я не могу фуражера и интенданта вкачать на максимум уже. Ладно, давайте вкачаем на максимум воителя. Будет у нас прям боевой-боевой король. Жена известная. Людям не терпится в бой. Бойтесь нас! Так, нам мост вроде отошли. Но, правда, одним отрядом они там много не навоюют. А нет, не мост. Так, и мы идем на ачивку ни одного автобоя. Напоминаю. Главное самому не забыть в какой-то момент. Так, ну что? Пошлем вот так у стрелков при поддержке копейщиков. Ну и кавалерии, конечно. Крак дрогнул. Мы превзошли его числом. Подойдем. За ними бегать не очень-то охота. Мы посильнее будем. И да, копейщиков мы даже вперед поставим. Бегом! Пусть они вражеские дротики применимают. Ой. Стены щитов нет у наших копейщиков. Есть каре. Готовы! Что-то новенькое. Торопите лошадей! Конники! Живей! Новобранцы! Чтоб пятки свергали! Мучники! Быстрый марш! Эй-эй-эй-эй! Готовы к войне! Гони! Гады! Голубам к победе! Новобранцы! Бегом! На второе имя салпом! Готовы! Торопите лошадей! Пойте! Новобранцы! Ровемся в бой! Реально, каре! Ох, блин, скопровида! Заряжайте скорей! Мы их, каре! Что-то не очень они токнут. Пучники! Бегом, войны! Втопчем их грязь! Препещите! Бегом, войны! Мы превосходим числом! Вот так уже веселее зашло! Бегом, войны! Смотрите, они убегают от нас! Все-таки навесом бьют фигово! Все-таки навесом бьют фигово! А прямой наводкой лупят от души! Ну, смотрите, арбалички настреляли почти столько же, сколько лучники! Не сильно отстали! При том, что их... Намного-намного меньше в отряде! Так, задание выполнено! Людям не терпится в бой! И давайте-ка на пополнение... ...наших отрядов... ...станем в деревню! Может, еще кого нанять? У лучников довольно смешное содержание... ...хотя у нас у всех оно такое... ...еще черные клинки можем нанять... ...денег только нет... ...давайте подождем... ...элитные мечники, учитывая, что нам нужно сражаться с викингами... ...это... ...это вещь явно... ...давайте подождать... ...соседи... 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 ...это... ...соседи... ...стат... ...соседи... Топоры тоже всяко пригодятся против викингов. Или мечник дороже, да? Мечник лучше намного. А в чем смысл топоров? Но они типа бронебойные. Но мечник дороже почти в три раза. Вот копейщиков много нам, я думаю, не надо. Откуда там кавалерии много у викингов? Хотя, возможно, я ошибаюсь. Так, ну денег нет вообще. Ждем строительства два хода и будет побольше еды. Про запас пригодится. Опаньки, плывут. Кстати, возможно, плывут они ко мне. Моя репутация растет. Надо их не пропустить. О, на Брегу в Ирландии напали. И это тоже где-то там разборки между викингами и ирландцами. Так, плывет. Так, плывет. Куда ты плывешь? Ну, дофига куда плывет. Вот. Ну, у меня прибрежная деревня. Вот. Ну и вот. Не хотелось бы сюда. Губернатор уровень. Писарь. Горняк. А тут одна шелезная шахта. Ну, тут тоже одна медная. Так. А мой военный союзник, он что-то, по-моему... Да, он тоже в войну не влез. Интересные тут военные союзы. Оскорбительно. Я как-то, мягко говоря, удивлен таким военным союзом. То есть у нас военный союз. Я влез в войну. На защиту другого своего союзника. А этот говорит, идите вы все лесом, я с вами не воюю. Или это симуляция тех сложных отношений той эпохи. О, вы гляньте, он правда ко мне плывет, тварь. На отряд меньше их стало. Кого-то объединили. Отлично. Значит, они тоже потери несут. У южных берегов Британии флот разбойников Викинг. Да ради бога. Нам на южные берега вообще наплевать. О, Миде. Начало войну. Так, чуть больше денег и еды. Поместье, кстати, появилось. И еще денег и еды. Отлично. Уровень у губернатора. Так. Никто против нас не выстоит. Давайте перейдем в эту деревню. Можете положиться на нас. Если он нападет и захватит эту, мы его грохнем. Если сюда поплывет, мы вроде по дороге должны успеть до нее добежать. Лучше, урод, вылазь на берег давай. Нам вообще не до этих гонок. Лучше, урод, вылазь на берегу. Лучше, урод, вылазь на берегу. Между вашими союзниками началась война. Вот это поворот. Вот это поворот. Два клана, когда у них война с викингами, ну вот у этих, начали грызню между собой. А мне типа как законному товарищу надо поддерживать союзников. И вот с этими воевать мне что-то вообще не улыбается. У них огромная армия стоит возле моей столицы. А я черти где. С этими воевать в принципе можно. Их все равно грохнут. Мы их грохнем с трех сторон тогда. На их территории сейчас устроим войну. Или послать всех лесом. Такой военный союзник мне нафиг не нужен. В общем-то. Так, выбор. Нападаем вот на этого или шлем лесом всех? Я думаю всех. О, не к нам поплыл. Да, только начали. Начинали у нас было два союзника. Не успела начаться война. У нас ни одного. Да, потеряли законность. Соглашение об обороне и военный союз расторгнуты. Уэссекс с Восточной Англии. Ой, все со всеми начали. Писелье набирает обороты. Очень долго пополняются ребята. Прям очень. Есть денежки нанять кого-нибудь еще. Но стоит ли? Кстати, стрелки вообще почти бесплатно. Копейщики тоже. Что там по еде? Можно вот так чисто для мяса взять. Потом выгоним. У нас уже почти полный стэк. Неплохо. Отношения сильно ухудшаются. Договоров у нас никаких. Какая нелегкая тебе. Можно этого в спину. Уфигачить. Тут опасные ребята с элитной пехотой. Прям возле нашей столицы. Надо было, наверное, их поддержать против этих. Тех нападающих на вот этих и на вот этих вот землях. Сейчас устроить войну. Опаньки. А викинги при попытке высадиться отхватили по мордасам. Причем знатно так. Можно к ним поплыть. Во. Новая фракция викинги. Это нам неинтересно. Порядок минус три. Что поделать? Эти ребята отбили первое нападение. Можно теперь вот поплыть к ним в гости. Не вергаться в бой. Все готово. В бой. Минус шесть. Как только мы ушли. Ё-моё. Что так плохо-то? Персонажей минус два еще. И да, помню в прохождении за Ирландию мы подняли налоги. И жили с налогами. Так как у нас было много церквей повышенными. Спокойненько. А тут у нас налоги обычные. И повышать их что-то не тянет. Продолжение следует. так эти сами поплыли туда вперед всех гивинит объединяет фракции валийцев для войны против мерсии веселые разборочки там у нас у них корабли ждут распоряжений так может мы тогда дальше поплывем чем сюда не очень успеваем а вот тут еще и потери вот почему он автоматически прокладывает там где потери несем что это за уродство такое корабли полный пират и когда а эти пошли воевать таки они пошли друг с другом воевать и может быть эти сейчас оттянутся назад оставьте мне деревни я тоже хочу по захватывать надо выселить всех этих викингов отсюда нафиг с нашей земли борзели совсем приплыли о он решил вернуться обратно отлично значит мы высаживаемся и забираем себе деревни а вон их столица на островах ну фракция уничтожена до свидос о нашему братцу войну объявили вообще урландцев там веселуха началась все со всеми а нет он вылез на берег и наверно сейчас нападет на деревню эту блин проплыли таки через о панке я достал ха-ха-ха плюс 5 законности расширение шотландского королевства отлично потери восполняем в деревне шикарно не успел ха-ха-ха нифига территорию деревня нормалёк ох тебе там гости пришли давай беги защищай свои земли пока что а я тут с викингами поразбираюсь ты молодец разбил их армию блин тут одна шахта а то серебряная настроение отвратительное просто ну да ладно денег пока ни на что нет потому что мы пропускаем ход быстренько я смотрю очень много речушек очень много мостов можно в принципе от превосходящих даже сил этих викингов удобно обороняться главное вытащить их на сушу на море против них даже соваться не стоит так это чё там по моей территории побежали бывшие союзнички чёрные клинки ты куда побежал-то или ты сюда типа в обход вот же у тебя тут горная дорога слышь ты говори открыто и честно или уходи чё-то мне не нравится это ё-моё это вот такое передвижение по этим болотам северным мне вот туда надо интересно что напрямик через леса и болота быстрее чем по дороге у нас больше мы сильнее пошли напрямик полторы тысячи полторы тысячи тут поменьше но все усадьбы ещё улучшат вообще мне еда нужна будем ферму улучшать главное чтобы мне внезапно не объявили войну мои бывшие союзнички когда у меня армия черти где вот чё там по моей территории лазит так вестморигансы уничтожены и брега отъехала и мирборг господи какое веселье моего и нам нет равных так смотрите их осталось 10 мы через болото прошли понесли потери вот почему на как вархаммере не обозначается на пути что если ты идешь через болото где-то где потери почему черепками на пути не обозначается он гад там объединяет отряды нанятые о гости пришли к этим ребятам вот этот тип мне вообще не нравится на моих полях давайте-ка я на всякий случай у меня тут был вот я помню бесплатный парень скучающий а наши храбрости ходят легенды давайте-ка вон тут блин еда содержание поменьше кого-нибудь надо с отрядом копейщиков как раз против кавалериста вражеского на всякий случай так и можем поле улучшить наверное наверное давайте это сделаем еда очень нужна мы вас не подведем хотелось бы я все время забываю что тут не как в вархаммере нанять но новую армию не стоит почти ничего в вархаммере вас дебафают просто не по-божески а тут платишь за содержание просто генеральского отряда и все так ты тварь чё делаешь на побежал я вижу них строительство идет в деревне можно подождать и занять уже построенную деревню сэкономим денег викинги отъехали новые войны никто против нас не выстоит то есть он за два хода добегает а я не добегаю деревню смысла нет занимать я сюда он сюда я потом к нему а он вообще куда нибудь поплывет на моей территории надо его отгонять можете положиться на нас от моих территорий опять потери понесли нифиговые причем такие на болотах надо было по дороге идти вот урод а я пошел по дороге он напрямик бы побежал не нравится мне это и у него уже 12 отрядов на бегу размножаются ожидаемо но это же его и погубит только что-то он не захватил что деревню я не понял новое задание на севере викинги каким-то образом смели захватить королевство в форт Рио угроза вторжения с севера слишком велика мы должны уничтожить викингов сейчас пока они не двинулись в глубь шотландии уничтожьте аркнияр аркнияр кого уничтожить а так мы с ними и так уже развлекаемся что ты мне тут занял он таки деревню да 14 отрядов у него теперь ты что вообще там озверел каждый наш враг будет убит у нас 17 но побитых ладно зато он не сможет отступить из поселения в этом его ошибка но это уже в следующей серии так как у нас тут легендарочка и сохранить игру когда нападу я не смогу надо будет уже нападать а мне уже пора убегать на работу спасибо что посмотрели начинаем веселые шотландские приключения и тут я смотрю вообще жесть что происходит подождите это все аркнияра это что по скрипту произошло территория к ним отошла они ж тут бегают как они это захватили ну ладно зато не пришлось воевать с бывшими нашими союзничками спасибо что вы смотрели в следующей серии продолжим развлекаться всем удачи всем пока 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 я не знаю пока я не знаю я не знаю что это я не знаю что я не знаю